Матрицу сделали, по ней уже можно... Да, уже тиражировать, тиражировать, да. Здесь производится заливка в осколок. Вот дедушка у нас, да, такой получился. Только свежепокрашены специальной краской. Финишная, прямая, то есть нанесение патин на литье. Здравствуйте, товарищи художники. Сейчас мы находимся в помещении, где рождаются формы художественного литья. То есть эти люди умеют делать что-то красиво руками, правильно? И получается, что, допустим, чтобы появилась та же фигурка с рыбаком, с щукой, да, ее надо сначала... Сначала сделать про-модель, называется про-модель, сделать, вылепить, дальше снять форму. Андрей Иванович, можно формочку покажу? Она тоже рождается. Форму-форму. На участке мы еще их, различные варианты увидим. То есть своя форма на каждую модель, разъемная. То есть она, скажем так, резиновая, то есть разбирается достаточно легко и так далее, и так далее. Это очень сложный и длительный процесс от разработки до выпуска. Потому что трудоемкости буквально основано сначала на их руках, художниках. Получается, когда матрицу сделали, же матрица, да? Правильно я называю? Именами, то есть матрицу сделали, по ней уже можно... Да, уже тиражировать. Тиражировать, да. Производка какой-то тираж. Она разборная и все. На участке мы с вами еще увидим различные варианты, ну? Да, выглядит непонятно, но... Непонятно. Все формы, я понимаю, залиты, то есть это все там отпечатано. То есть она воспроизводит шерсть, лапки, чешую, все что угодно, все что художник сотворил. Часть есть она, которая тут вложена была? Да, да, то есть вот эта матрица от вот этой статуэтки сделана. То есть она как раз аналог. А идеи откуда приходят, чтобы сделать? Когда с головы, когда если... То есть вы вольные художники, правильно я понимаю? Ну да. Просто я тоже заканчивал художественную школу, как бы это у вас где-то так могу понять на уровне сознания, там идей, каких-то мыслей. Так, сейчас продолжаем путь по художественному литью, там были изготовления форма, здесь мы... Уже получаем отливку художественную, дорабатываем ее. Чугун получает, чугунный отлив. Ну, мы можем лить и цветные металлы, бронзу, латунь, ну, все зависит от требований заказчика и... В основное направление, да, это чугун, но возможности и литейного производства никогда не ограничены. Все понятно. Идем смотреть продолжение. Ну, здесь производится заливка в осколок. Вот здесь можете посмотреть некоторые образцы, что участок может. По каталогам, с номенкатурой вы в дальнейшем ее, думаю, увидите, либо уже ознакомлены. Дальше мы ее уже с диражей используем. А сейчас мы сможем открыть одну из форм, да? Да, можем. Ну, вот сейчас как раз мы форму эту остудили. Да, остывали. Остудили в воде. Да. Могу вытащить? Попробуй. Ничего не отвалится. Попробуй. Ее смазывать, да, наверное, чем-то, чтобы она лучше отходила? Нет. Ее не надо смазывать. Оп-поп-поп. Вот. Вот дедушка у нас, да, такой получился? Нога на ногу. Нос у него длинный. Это не нос. Это элементы хитрости, потому что в этом месте идет некоторый недолив. То есть, чтобы нос проливался, сделать выпор. То есть, это уже литейные хитрости и так далее пошли. А, чтобы он был больше, лучше укоротить, чем доливать потом, да, добавлять? Не укоротить, это чтобы он пролился, его лишнее потом срежется, он сформируется в нормальный адекватный нос. А, ну вот это нюансы какие-то. Это литейные хитрости. Да, нюансы работают. Мелочи. У каждого они свои. А это уже готово, да? Да, да, да. А вы, получается, доводите дальше до конца или сами тоже? Да. Вот такое изделие красивое. Дальнейшие изделия происходят и на пайку. Вот, допустим, пример, что мы с вами можем видеть. На подготовленный стояк производится напайка. В дальнейшем будет способствовать поступлению металла в форму, в оболочку. Дальше что мы делаем? Напаяли, подготовили определенное количество стояков. С помощью огнеупорных материалов, суспензии, песок, кварцы и так далее, и так далее, очень большой различный набор материалов, производим обмазывание с помощью окунания. Окунается энное количество раз, то есть определенное, не на один слой. Смотрите, после напайки производится обмазка, как я и сказал. После обмазки производится вытопка в горячей воде воска. А после вытопки мы с вами получаем вот такую корочку, оболочку. То есть внутри изделия есть? Здесь уже ничего нет. На примере мы с вами видели дедушку, вот это называется артакпай. Вот здесь он уже прикреплен, вот он, элемент литинговой системы, через которую будет металл подаваться. Воск вытопился, воска внутри практически нет. Воск вытопился в горячей воде. Секунду, то есть мы вот эту форму получили, которая у нас была потом. Нанесли слои обмазки, потом наборной грели. Потом эта обмазка высохла, загрузили вот это в горячую воду, в горячую воду. Воск, имеют температуру образа в плавлении, воск вышел, да. У нас осталась с вами вот такая корочка, полость. По сути, можно сказать, если грубо, та же литейная форма. Литейная, но эта корочка, она тонкостена, она имеет более гладкую поверхность и более точно может производить именно этот вид литья, получать. Более точные отливки можно этим видом получать. В дальнейшем, в дальнейшем продолжим. Эта корочка погружается в опоку с сухим песком для прокалки. А зачем прокалка, в принципе, спросите вы. Да все просто. Мы корочку с вами где? В воде вытапливали? В воде. Там в любом случае какие-то мелкие остатки воска есть? Да есть же. И вот. А металл, горячий металл, расплавленный чугун, ни один металл в принципе не дружит с водой. Вспомните примеры сковородкой расплавлено раскаленное масло. Эффект очень хороший. Примерно здесь и так же, только последствия могут быть другие. Вот, корочка заформовывается в песок. Опока, это жироупорный опок, ставится в прокалочную печь, нагревается до определенной температуры, где из нее удаляется влага, остатки воска, если там какие-то остатки остались. И в дальнейшем уже с помощью индукционной печи производится ее заливка. С вами можно наблюдать, уже залитая, вот она залитая, вот он элемент галактиковой системы, залитая чугуном. Что? Будущее изделие, такое как разгуляй, подарочное. То есть она вот так выглядит? Пока да, вот так, невзрачно, некрасиво. Но она вот выглядит, вот она есть, слои обмазки нашей, корочка, оболочки. Сейчас она полностью в этой обмазке, еще не отбитая? Еще не отбитая, еще не подготовлена, то есть до нее пока очередь не дошла. В дальнейшем, в дальнейшем, эта обмазка отбивается и уже мастерами и обрубщиками и передается на участок обрубки, то есть для доработки, для очистки, зачистки и так далее. Предлагаю пройти туда дальше. Сейчас можно глянуть еще медведя? Да. Тяжелый. А вот, кстати, эти каналы, которые отстали. Да, элемент питания. Вот так он выглядит пока невзрачно. Да, а вот это все вручную снимаешь? Да, прикольно. Ну вот все мелочи, вот эти коготки, все это просматривают. Все видно. Иначе задумка художника. Даже шерсть уже, когда все формулы повторяет. Еще не до конца, но мастера обрубщики это доведут. Так что вот так оно рождается. У меня все так просто на выплавка, да, прошла? Да. А там же форма сцеплялась? Нет, это дефекции оболочки. В дальнейшем те невзрачные отлетки передается уже на пескоструй, где производится их очистка. То есть наша подготовка к гору драконов. Допустим, те представители крышков, то, что мы с вами видели воски, уже выглядят более актуально, более, скажем, презентабельно по сравнению с воском. Ну вот, получается, для каждой фигуры надо отлить восковую вот эту форму, потом вот она в такую превращается. Разовая восковая модель. Здесь мы пескоструем прошли, сбили все вот эти слои. Да, все слои маски. Здесь она уже осталась именно... Уже похожая. То есть приобретает очертания и так далее, и так далее. А дальше уже мастера-обрубщики со знанием своего дела производят доработку. А, ну вот как раз процесс... Ты, Вов, работай, я расскажу. Вот они, допустим, представители. Еще это первая стадия. То есть он дал плоскость, чтобы нам к стене вот от друга приложить. Правильно? Он убрал какие-то литейные дефекты. В дальнейшем еще будет производиться элементов вспомогательных. Чтобы они как раз не обманули в форме. Да, да, да. Свои тонкости и хитрости. Они из у всех и у каждого. И так, так стоит. Проработка где-то на каждой финишной. Везде существует стадия ОТК. То есть технический контроль. Он обязан быть. Из него не вы можете где-то зарубить. Конечно. Вот как раз вот этого дедушку мы из лодка. Из матрицы вытаскивали. Вот теперь он уже выглядит вот так. В чугуне. Такая форма уже доработанная, зачищенная. Это уже все вот такая покраска. Сначала вот такая, да. Покрасочная, где литье художественное уже цвет свой приобретает. Вот мы с вами видим представителей. Крючки настенные, бурый медведь. Они только свежепокрашены специальной краской. Дальше пройдет стадия сушки. И дальнейшее я предлагаю пройти, посмотреть, как производится патинирование. Так, сейчас мы уже идем дальше. Вот это уже точно последнее, да? Финишная, да. Финишная, прямая. То есть нанесение патины на литье. Наносится кистью. Получается. Кисть. Перед вами и новое изделие, будущее, статуэтка, календарь вечный, корги. То есть вот сейчас мы дошли к финалу художественного литья. Вот и хотелось бы еще раз проговорить и посчитать, сколько операций, допустим, чтобы вот такую корги, да, собачку мы могли получить в итоге у себя, как клиент, как покупатель. Можем быстро посчитать, допустим, от начала и до конца? А что берем за начало? Работу художника? Работу художника. Ну, даже не идею, а просто работу художника. Работа художника может длиться от нескольких дней до недели, в зависимости от сложности и интересных дел. Работа художника, работа художника по изготовлению промоделей, формы, работа мастера по изготовлению восковки, нанесение антибригарного покрытия, вытопка, заливка расплавленным металлом, выбивка, зачистка, очистка и обрубка, то есть доработка дефектов летя, дальнейшая покраска, патинирование, этапов очень много. Это мы еще с вами пропустили контрольный стадик. Более чем 10 операций, чтобы появилось вот такое изделие. Даже вот, ну, грубо, вот этого кубика, это каждое изделие проходит, это все правильно. Да, очевидно. Да, то есть хотелось бы отдать должное, то есть, ну, прям, серьезный подход, и с такой кропотливостью, ну, не знаю, как это, но это нахвалить, что кто-то занимается, кто-то этим это продвигает. Да, так что вот такие серьезные вещи делают ребята. Пусть они маленькие, но они делаются на потоке и в хорошем качестве. И еще к тому же проектировщики, нет, художники, не сидят на месте, они все делают новое, новое, новое. А можно, допустим, нашим зрителям, или кто будет, допустим, смотреть, заказать себе какую-то статуэтку и под него это лично сделать? Вполне возможно. Маркетинг для того, он и есть, отдел маркетинга, там же и есть художники, то есть есть сайт, есть общение и так далее. Все это можно. Пишите, присылайте, все рассматривается, все индивидуально под каждого. Ну, то есть это тоже как идея, я думаю, что для подарка. Да. И были клиенты, заказывали какие-то изделия себе на выставку, то есть какие-то сюрпризы, сувениры, подарочные, по результатам турнира и так далее, и так далее. Вариантов в жизни и художественного участка там масса была. Был теннисный турнир, еще что-то очень много. Поэтому, что кому интересно, вопрос только времени и сроках. Всегда прошу одно. Время, вы сами только что посчитали, да? Очень много надо. То есть, если к этому подходить, проекту, что надо, это надо будет заранее. Не вчера, ребята, мы так не успеем. Мы и вам что-то сорвем, и обидно будет. Только все, проработка заранее. Здесь мы видим витрину готовой продукции чугунного литья. Разные формы для разных, так скажем, приспособлений. Есть карандашницы, подсвечники, часы. И выполнено это вот в такой художественной форме. То есть, чем примечательно, что коллекция всегда пополняется. И подобные фигуры, то есть, они идут как сувенирные, как подарочные образцы. Допустим, на примере вот этого рыбака у меня такой подарок я дарил своему другу, рыбаку. То есть, это тоже он прямо красиво заходит. То есть, это все сделано качественно, из чугуна тяжелое, надежное. И то есть, здесь любой, я думаю, что может найти для себя какую-то идеальную фигурку и использовать в качестве подарка.